Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой ролик о подарках, которые моя мама получила к своему дню рождения. Кстати говоря, все, кто хотят ее поздравить с наступающим днем рождения, переходите на ее плейлист «Мама-шеф-повар» и смотрите ее ролики, соответственно, лайк, комментарий. Я думаю, ей будет очень приятно. Ну а ей подарили вот такой вот небольшой наборчик от фирмы «Лолин». Те, кто знают, у нас это совершенно не дешевая марка. Шла вот такая вот коробочка. Смотрите, как красиво все оформлено. Кстати говоря, они каждый год дарят что-то от «Лолин». Но вот я не помню в те годы, что было конкретно. По-моему, было крем для тела и какой-то был еще продукт, но я не помню. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь, как всегда. Да, их карточка. И тут написано. Вот, даже есть купон. Надо будет почитать, для чего этот купон. И что у нас здесь идет. Вау, девочки, это моя любовь. Это моя любовь. Девочки, это гель-пилинг. Да, вот с такими маленькими кусочками. Замороженная груша. Боже, девочка, какая-то это вкусняшка. Вы себе не представляете. Вот, посмотрите, какая у него цена. 69,90, 70 шекелей за всего лишь 250 миллилитров. Смотрите, какая здесь красивая крышка. То, что здесь классно. Во-первых, она красивая. Во-вторых, она здесь на защелке, что очень удобно. Обалденный продукт. Я как-то покупала его по скидке для себя. Я в полном восторге. Шикарный, шикарный продукт. Второй продукт. Вот такая штучка. А, я знаю, что это такое. Это освежитель воздуха для, как бы, машины. С запахом ванили и розового перца. Кстати говоря, очень классный. И тут у нас идет в пакетике вот такая вот хамса. Это, как бы, от сглаза. Такая вот подвеска. Да, кто, кто любит вешать в машине. Вы, как бы, пшикаете на вот эту подвеску, и потом она пахнет. Вот из чего подвеска? Непонятно. То ли она какая-то меловая. Но это не пластик. Что-то тут интересно. Надо будет почитать. А, керамическая. Видите, да, керамика. Обалденная вещичка, девочки. Вот такой он у меня впервые. И эта штучка стоит 24,90. Считайте, 25 шекелей. Вот такой вот наборчик. Я считаю, что это шикарно. И тут 7 мл. Вот полный-полный флакончик. Вы пшикаете на эту штучку, да, и вам потом аромат. В принципе, вы можете попшикать на все, что угодно. И в машине, и дома. Шикарный подарок. Ой, боже, девочки, как оно пахнет. Ой, не открывая флакон, прям чувствуется запах. Ну, считайте, 70 шекелей и 25. Практически 100 шекелей подарок. Я считаю, что это просто шикарный. Шикарный подарок. Тем более, лолин. Не все готовы покупать лолин, скажем так. Опять же, не потому что могут себе позволить, а потому что, ну, реально, реально, девочки, цены кусаются. Просто за 250 мл. 70 шекелей. Это, да, как бы, вау. Цены вау. Ну, и продолжим мы пустыми баночками за январь. Первый у меня закончился вот такой вот шампунь от нашей фирмы Hawaia. Девочки, впервые слезла здесь наклейка. Не могу понять, почему. То ли потому, что у нас было очень холодно в последнее время, и оно, как бы, да, отклеилось. Не могу понять. Очень странно. Вот такая вот полоскалка от Arbitol. Тут, кстати говоря, выбито так красиво. Кстати, хорошая фирма. Она более дешевая, чем остальные фирмы, да, которые мы берем. Но, как бы, качество хорошее. Жидкость от Треню. Где-то вот банка, полторы банки у меня заканчивается в месяц. Но эту банку, как говорится, да, только, как бы, одну баночку мы видим. Следующий, девочки, закончился у меня шампунь от Yves Rocher My Planet. Кстати говоря, надо сфотографировать его, чтобы пойти прикупить новый. Кстати, очень хороший такой. Знаете, опять же, чередуем с нашим шампунем от Hawaii. Закончилось у меня два отливантика, девочки, от фирмы Faberlic. Это был гель для душа яблока и корица. Очень такого красивого, желтого, яркого цвета. И это зимние ягоды. Честно говоря, у меня таких было два наборчика. С удовольствием мы их использовали. Мой сын мне в этом помогал. Просто обалденные гелики. Мне очень понравилось. Еще закончился гелик от Yves Rocher. Девочки, вот реально, его я не поняла. Это Shea Butter для очень сухой кожи. Ну, я не знаю. Если вот так, знаете, как надо на быструю руку в поездке помыться, допустим, там без мочалки. Да, вот так вот просто намылить что-то и смыть. Да. А если для домашнего использования, я его не поняла. Во-первых, у него нету запаха. Как такового, да, вот такого какого-то души-трепещущего, да. И, ну, хороший такой, кремовый. Ну, я, честно говоря, его не поняла. И повторять я его не буду. Также у меня закончилось аж целых вот три отливантика вот таких вот гели для душа. Первый это от фирмы Nivea. Я постараюсь вам поставить оригинальные фотографии. Он был светло-зеленого цвета, вот с такими вот желтенькими крапинками. Очень приятный, очень такой легкий. Гель для душа от Jirelia. Лимончик тоже. Я не знаю, вот мне в последнее время очень заходят ароматы вот цитрусовые с лимоном, апельсином, грейпфрутом. Прям очень поднимает настроение. И еще один гелик для душа от Litchie. Кстати говоря, тоже со вкусом Litchie. Не знаю, какой фирмы. Я вставлю вам картинку. Тоже очень приятный. И закончился у меня кондиционер для волос от Desert Essence, который я покупала на сайте iHerb. Честно говоря, у меня второй раз уже такой тюбик маленький. Первый тюбик я брала как-то, ну, из пробных вариантов там дешево было. А этот я взяла в наборе с шампунем. Девочки, очень плотный пластик. Очень плотный. Невозможно выдавить до конца. Поэтому пришлось разрезать и, как говорится, вымазать оттуда. Честно говоря, вот я потом, в следующих пустых баночках у меня будет и шампунь. Оно немножко мне утяжеляло волосы. То есть от Хавайи у меня более такие легкие, более такие воздушные волосы. А это более такое утяжеляло. Честно говоря, я не очень люблю такой вариант. Я люблю более легкий вариант. Дальше закончился у меня кремик для рук от Yves Rocher. Очень, девочки, понравился. Он мне единственный здесь минус. Сейчас я вам скажу. Крем для рук. А, пряное яблоко. Вот я помню, что было что-то вкусненькое. Таким тортиком пахло. Единственный минус в этом тюбике тоже самое. Он очень плотный. Получается здесь как бы совсем немаленькое количество. По-моему, 30 мл. Но как бы закончился быстро. Я его когда разрезала, девочки, вот эта половина практически была полная. А сам крем по себе, он такой жидковатый. Получилось, что после того, как я его разрезала, я еще, наверное, около двух недель пользовалась тем, что находится внутри. Поэтому, да, я бы посоветовала разрезать эти тюбики. Потому что те, кто не разрезает, вы там теряете очень-очень много продукта. И еще один крем для рук. Вот с таким вот запахом. Mon Evidence. У меня был набор большой аромат, маленький аромат и кремик для рук. Честно говоря, мне было тяжело его наносить на руки. Он очень романтизированный, очень. Я его использовала как крем для тела. Для тех, кто любит, да. И наносить небольшими такими порциями. Иначе оно немножечко душит. Вот именно как крем для рук. Потому что оно все время возле лица руки. Да, мы все время там двигаем ими. И оно немножко душило. То есть, если вы пользуетесь другим ароматом, то этот крем мог перебивать вам духи. Вот. А если не пользоваться вообще никакими духами только кремом для рук, может быть, оно будет и нормально. Но я его предпочла больше как крем для тела, так как у меня немножечко душило. Вот такой вот фирмы. По-моему, оно было вот так. Когда-то мне его прислали с Кипра. Я вообще очень тоже классный, мягкий, приятный, увлажняющий крем для тела. С удовольствием его использовала. Почему он так выглядит? Потому что мой муж решил его разрезать. И в нижнюю часть вот эту он выбросил отдельно. То есть, как бы, я говорю, где крем? И он пошел мне, как говорится, доставать вот эти запчасти. Он говорит, я думал, тебе уже не надо. Я говорю, как так? Нам все надо для ролика, для отчета. Поэтому вот спасла, как говорится, остатки крема. Но он был очень классный. У нас, конечно, это не прикупить. Менее интересно, у меня закончилось 3 пасты. Аквафреш и 2 колгейт. Кстати говоря, девочки, вот эти колгейт простые. Довольно простые. Проще, чем остальные. Но почему-то, видите, моим зашло. И почему-то у нас больше колгейт пошло в расход. Поэтому я добавила еще одну колгейт. У нас сразу стоит 5-6 зубных паст открытых. Для того, чтобы люди чередовали. То, что им нравится. Закончился у меня тоник от... Не знаю, как точно сказать. Сидо. Вот. Такой вот тоник. Это был подарочек с России. Девочки, шикарная вещь. Он у меня очень долго жил. Потому что, опять же, у меня было около 8-9 тоников. Я их каждый день чередовала. Сейчас у меня уже осталось 4 тоника. И я думаю, боже, как это так? Их так мало. А скоро у меня там закончится еще пару штучек. Что же это будет? Придется идти и докупать новые тоники. Очень классная вещичка. Мне понравился. Очень был приятный. Такой нежный аромат. Следующие мои витаминки закончились. Омега-3 для детей. Это уже было куплено. Здесь у нас, как говорится, местного производства и местного разлива. Омега-3, 60 таблеточек. Такие в желтых рыбках. Моим детям понравилось. С удовольствием использовали. А также у меня закончилась банка. 21st Century One Daily. Это для взрослых. И еще 2 банки для детских. Сын что-то не хотел их кушать в один период. А потом он решил кушать одно утром, одно вечером. Поэтому вот у нас даже немножечко пошло. Вы даже не поверите, девочки. Но то, что у меня сейчас в использовании, это последние 2 банки. Больше нету. Я израсходовала все заказы. И жду новый заказ с сайта iHerb. И закончились у меня вот такие 4 сошетки. Первая это от фирмы Avon. Sleep Potion Night Cream. Ночной крем. Девочки, но он был как жидкий. Вот я даже, честно говоря, даже не почитала то, что они там говорят. Но я думала это будет крем. А оно шло как маслянистая водичка, что ли. Не знаю, я использовала нормально. Как бы никаких проблем у меня с ним не было. Я надеюсь, что он не испортился. И он реально должен быть таким. Так, напишите мне в комментариях. Или он реально идет такой, как гелеобразный. Закончился у меня вот такой вот крем под глаза против морщин от Ariflame. Да, это у меня были пробнички. Это у меня был проект. Я еще в проекте. Чем побольше 2 пробнички. Кстати говоря, мне очень понравился этот кремик. Еще один кремик. Это у нас что? От фирмы Avon. Enews с витамином C. Серум. Кстати говоря, это тоже был такой гелеобразный серум. Но очень хорошо питал. Я после него даже ночной крем не наносила. Использовала как ночной крем. И, девочки, нашей израильской фирмы Ahawa. Это крем под глаза против темных кругов. И типа с поднимающим, да, подтягивающим эффектом. Здесь, девочки, всего лишь 2 мл. Но я даже не знаю, сколько я его времени использовала. Во-первых, это такой крем. Гелеобразный больше. Легкий. Может быть, кому-то на зиму. Но на нашу на зиму вот этого вот мне достаточно. Но на другие более суровые зимы, зимние. Может быть, это будет и маловато для кого-то. Но его надо буквально капелюшку. И он очень классно разносится. У нас эта фирма представлена во всей своей красе. Цены не маленькие. Поэтому я, честно говоря, даже для себя ее и не покупала. Может быть, у меня что-то было. Типа там крем для тела или крем для рук. Что-то такого плана. А вот как уход для лица. Вот это был у меня первый пробник. И он меня реально, реально впечатлил. У меня там есть еще пару пробников от Ahawa. С удовольствием буду пользоваться ими. И закончила, девочки, у меня вот столько пробничков, ароматов. Первый мой аромат это Bugatti. Ode de Toilet. Честно говоря, девочки, не помню, как он мне был. Вдруг я нашла этот пробник. Там была капелюша. Aura Mugler. Обалденный. Ode de Parfume. Ой, девочки, две недели назад или даже три недели назад была на морском привозе и чуть не купила вот это зеленое сердце. И очень жалею, что я его не купила, потому что очень классный аромат. Следующий ароматик. У меня была тут буквально капелюша Mon Paris. Да, Couture Estée Lorraine. Ode de Parfume. Но это шикарный аромат. У меня есть такая побольше версия, поэтому малышку решила добить. И еще три пробничка. Это от Faberlic. Aromatic Mask. Я их переливаю в маленькую бутылочку с дозатором и использую. Кстати говоря, у меня сейчас очень хочется легких, нежных ароматов. То есть, чтобы чувствовать приятно, но чтобы не душило. Сейчас мне это очень подходит. Вот этот маск, он очень вот такой вот реально нежный-нежный. Очень нежный. Следующий ароматик. Это Valkyrie. Вот, кстати говоря, вот этот аромат мне очень зашел. Девочки, у меня уже несколько раз были эти пробники. Вот эти все. Вот этот мне очень понравился. Реально. Я уже не первый раз обращаю внимание, что он реально мне нравится. Надо посмотреть, как выглядит этот флакончик в оригинале. Так как у нас не купить ни Avon, ни Faberlic, ни Ariflame. Я все заказываю за границей. Поэтому не все держится в памяти. Но вот этот аромат мне реально хочется посмотреть. И Faberlic Aromatic Lilac. Это сиренька. Я люблю сирень от Ariflame. И эта сирень была ничуть не хуже. Замечательно освежает. Нежненькая красотень. И, наконец-то, наконец-то, на десерт с моей палетки от Estee Lauder. Наконец-то закончилась у меня. Это, девочки, светлая тенюшка. Такая была розовата. Светленькая, которую я использовала как хайлайтер. Наконец-то я ее добила. Минус одна. Ну, палеточку я не выбрасываю. А просто показала вам рефильчик. Вот я думаю, может быть, его отсюда и выковырить. И бросить в пустышки, чтобы не забыть в пустышки года. Чтобы я потом вам не забыла показать эту палетку. Так не знаю, насколько я буду пользоваться остальными. Посмотрим. Может быть, я ее отсюда и подковырну, а палетку отложу отдельно. Так что я очень-очень довольна, что в этом году, первый месяц года, у меня хоть есть хоть одна декоративная пустышка, не считая ароматов. И, девочки, вот это все. Все мои пустышки. Не так уже было и много в этом месяце. Но я считаю, что это тоже хороший результат. Все стараюсь добить. Все, что у меня по чуть-чуть осталось. Все миниатюрки, пробнички от Ливантики. Все, все, все пытаюсь добить по максимуму. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока, пока.